Физкульт, привет, друзья. С вами Мускулшо. Сегодня такая тема интересная. Часто ищут, когда беговую дорожку, смотрят, естественно, на OLX, на объявление БУ беговой дорожки. И хотелось бы немножко просветить. Я не то чтобы буду отговаривать от БУ, я просто приведу несколько примеров. Стоит ли брать беговую дорожку бывшего употребления? К примеру, вы выбрали себе модель, которая вам понравилась, она вас устраивает по цене, она, естественно, раза в два или в три дешевле, чем новая дорожка. Но даже если она находится в вашем городе, даже если она, к примеру, вы пришли, посмотрели, включили, она работает, все классно, все, кнопочки горят, все отлично, не спешите брать ее. Какие могут быть подводные камни? Смотрите, самое главное в беговой дорожке это электромотор. На его нагрузку влияет состояние бегового полотна. Вы можете взять дорожку, к примеру, включили, она работает, все классно. Но полотно уже имеет выработку, и оно не настолько гладкое, не настолько скользящее, как на новой модели, либо на новом беговом полотне. И когда вот есть такие случаи, когда вы начинаете заниматься, и при определенной нагрузке, там, к примеру, 10 км в час скорость, либо 8 км в час, либо там интервал уже у вас прошел тренировки, к примеру, там, 10-12 минут прошло, начинает уже торможение происходить полотна. Из-за того, что оно не такое гладкое, оно сильнее трется, сила трения увеличивается, и двигатель наборится, либо клинит. То есть, таким образом может вообще выйти и строить двигатель, и, соответственно, дорожка уже не рабочая. Замена двигателя в среднем, это примерно от полутора тысяч до двух с половиной, даже больше, вот до четырех с половиной, смотря какая мощность двигателя, какой производитель. Поэтому подумайте еще раз, стоит ли брать дорожку в дуру. Это вот один из моментов. Потом касательно платы. К примеру, вы еще вот смотрите, такая ситуация. Пришли смотреть двиговую дорожку. Опять же, это если все в вашем городе, и вы можете вживую ее оценить состояние, если вы в состоянии оценить состояние. Вы смотрите на эту дорожку, смотрите, все классно, все отлично. Есть еще такие нюансы, которые вы не увидите. Это платы, вот, которые стоят, ну, здесь обычно резко они ломаются, а которые вот двигатели платы, они часто выходят из строя. И их ремонтируют на сервис и восстанавливают. Но такие платы, как правило, обычно не пользуются. То есть, в хорошем плата должна быть заменена на новую. Ну, я не знаю, как вы сможете это оценить. То есть, это только визуальный осмотр, и вам нужно быть немножко электриком. Поэтому, если это не ваш случай, то лучше, опять же, не рискуйте. Потому что замена платы хоть и недорого, по сравнению, замена двигателя, там, уровень на тысячи гривен будет стоить. Но, второго, есть вариант, что дальше уже по проводке, там, либо здесь, вот, в электрике какие-то проблемы нарисовались. Если вы все-таки решили взять беговую дорожку, то берите хотя бы, там, до двух лет максимум. Потому что, чем старше дорожка, тем больше изнашивается и само беговое полотно. Если его меняли на новое во время эксплуатации, то уже хорошо, что оно у вас будет более живое. И сама дека, вот, по которой бегаете, она тоже изнашивается и она, вот, сама дека, то есть, она должна быть идеально гладкая. Если человек, даже, вот, булочный тренажер, если человек хорошо обслуживал и вовремя смазывал, то она будет в хорошем состоянии, она будет младенькая и не будет без лидеров. Но, если человек никогда не смысл, ну, никогда, а там, раз в три-четыре месяца смазывал, такие тоже часто бывают уникалы, которые, ну, а что надо было смазывать, а я и не знал. И у них, ну, полотно в ужасном состоянии, дека убитая вся, то есть, тут даже не поможет вам замена полотна и не поможет, только замена полностью деки, замена полотна, а может быть и замена двигателя, потому что, непонятно в каком состоянии, там уже находится двигатель. Еще были случаи, когда человек хочет сильно продать, мы встречали таких, и покрывал вот здесь вот под полотном, то есть, смазки обильно пшикал, то есть, много смазки было, да, смотришь как бы. Вроде бы и дорожка, ну, относительно старенькая, да, но так все блестит, все красиво, а на самом деле это, ну, смазки просто много налил, а когда она выработается, то там уже проявляются эти все дефекты, эти все неровности, шершавости. В целом, что хочу сказать, если вы в своем городе нашли дорожку, возьмите какого-то специалиста, который соображает электрика, который бы смог проверить плату, проверить состояние беговой дорожки, полотна, двигателя. Если все нормально, если все устраивает, это платная цена, то, конечно, можно брать. И вообще, я уже не говорю о том, что в другом городе рассматривают варианты, то есть, это, ну, приедет вам дорожка, к примеру, да, на новую почту приехал, ну, и что вы там на новую почту? Ее раскрыть нужно, полностью собрать ее, проверить, смазать сначала. Ну, я просто не представляю, какое это все будет проверять. Ну, то есть, берете на свой страх и риск. Тем более, пересылка, да, скорее всего, он отправит за пересылку, ну, за ваш счет. Если вас не устроит, вас попросят же, опять же, аванс на пересылку обратно. Ну, то есть, вы потеряете, наверное, больше, чем выиграете. Ну, это мое мнение, конечно. Если вы думаете по-другому, напишите в комментарии, может, у вас были какие-то прецедентные случаи. Если вам все-таки нужна будет новая дорожка, то вы знаете, куда обращаться. Магазин «Пусклушок», ссылочка в описании, промо-код 1554, дополнительная скидка. На этом все, пока, пока.